Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы по Seedmare Civilization 6. Сегодня я продолжу разбирать стратегию игры. Если вы пропустили прошлые видео, то рекомендую перейти к ним. В первом видео я отвечал на вопросы по интерфейсу игры и юнитам, во втором начал отвечать на стратегии развития. Посмотрите их, потом возвращайтесь к этому видео. Вопрос, какие здания не нужно строить? Ну, в общем-то, ответ в самом вопросе, те, которые вам не нужны на данный момент. Понятно, что всё, прям всё, 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 всё строить вообще не имеет смысла. А иногда даже вредит. Вообще, самое главное даже построить районы. Здания подождут, пока вы не найдёте какие-нибудь города-государства. Ну, например, вот в кампусе библиотека даёт 2 очка науки. Вот в начале игры у вас вполне может там быть, ну, 20 очков науки. При этом производство она требует 45, ну, 90 здесь для стандартной скорости, для быстрой 45. И даст вам всего лишь прибавку в 2 очка науки. Хотя любой район, кампус может дать те же 2 очка, если не больше. Поэтому спрашивается, когда лучше строить библиотеку, когда вы нашли какие-нибудь города-государства на науку. Если у вас уже найдены города-государства на науку, даже если у вас там нету послов, можно построить библиотеку, если опять же на вас никто не планирует нападать, и отправить туда послов, чтобы библиотека уже давала 4 очка науки, а не 2. Если вы их несколько нашли, то тем более стоит поторопиться. Но вообще это слишком общий вопрос про то, какие здания не нужно строить. Если вы видите, что сосед готовится на вас нападать, то, конечно, не стоит строить в этот момент кампуса библиотеки. Лучше построить военный лагерь. И еще вопрос про здания, как правильно строить фабрики, банки, биржи, ну и остальные здания этого уровня. И еще, приблизительно похожий, я подозреваю, что в каждом городе не нужны фабрики, нужно только здания первого уровня, типа рынка, мастерской и так далее. Ну, это не совсем так. Напоминаю, что у меня есть видео про районы, и там есть про здания. И самое важное, что касается фабрик, это то, что они действуют на города в радиусе 6 клеток. Поэтому, да, их не надо везде строить. Например, у меня фабрики есть в Тире, при этом нету в Фукуоке, но при этом есть в Киото. Потому что здесь построенная фабрика в Тире, раз, два, три, четыре, пять, шесть, работает на Нагою. Раз, два, три, четыре, пять, шесть на Фукуоку не работает, но тут от Киото работает. Раз, два, три, четыре, пять на Токио работает. Раз, два, три, четыре, на Токасаки. То есть, смотрите, здесь написано производство от фабрики электроники плюс 10 и от фабрики электроники плюс 10 тоже в Takasaki есть. А хотя здесь она построена, правда, здесь не совсем верно. Вот здесь от фабрики электроники плюс 10, хотя она не построена. Здесь я построил для того, чтобы оно влияло на центры городов. Напоминаю, вы отсчитываете 6 клеток от производственной площади к центрам городов, на которые она будет действовать. Поэтому и в Фококе, например, не нужно строить фабрику, потому что и так она работает из других городов. Кроме того, электростанции вы можете построить только если построены фабрики. Электростанции нужны для электричества. И, по моему мнению, здание третьего уровня, то есть там лаборатории, биржи, что там еще есть, имеет смысл строить, когда у вас есть электричество. Потому что именно с электричеством они дают максимальный выхлоп. Вот здесь лаборатория дает плюс 8. Так она давала бы плюс 3 науки, а с электричеством еще плюс 5. В итоге плюс 8 науки дает. Ну, конечно, тут появляются еще и клетки для специалистов. Ну, это там плюс 2, по-моему, да. Науки тоже с электричеством связаны. То есть, по моему мнению, здание третьего уровня имеет смысл строить, когда есть электричество. Первого уровня мастерские, да, с одной стороны, они хороши, то есть они дают производство. Но, опять же, это не так много, эти плюс 3 производства. То есть, любая клетка с лесом будет намного больше давать, чем мастерская. И я, например, обычно их строю не то, чтобы производство получить, а для того, чтобы ускорить индустриализацию. Больше, потому что там 3 мастерских нужно. Следующий вопрос. Возможно ли играть одним городом и конкурировать с остальными, именно одним городом, без захвата в других городах? Есть ли тактики победы, играя за один город? Нет, это нереально. Вы просто... Ну, вы не сможете ни экономику иметь такую же по уровню, как у других игроков, ни армию. Когда-то, давным-давно, в пятой циве можно было одним городом играть. Хотя и там вы просто развиваетесь, потом вам надо что-то будет захватывать. Но после выхода дополнения Brave New World и в пятой циве вообще нереально играть одним городом. В принципе, вам все равно, даже играя через традицию, желательно хотя бы города 4 иметь. В шестой цивилизации одним городом вообще невозможно побеждать никак. Следующий вопрос. Когда стоит нападать на оппонента, а когда нет? Имеет ли терракотовая армия сильное значение? Самое простое и понятное, это когда вам просто некуда развиваться больше. Бывает такое, что вас закрыли, вы не можете больше города ставить. Понятно, что в дальнейшем, в долгосрочной перспективе вы по развитию проиграете, не только соседу, но и всем остальным. Значит, вам надо на него нападать, захватывать его города, чтобы иметь шанс на победу. Другой вариант. Когда просто сосед слабее, чем вы, почему не напасть на него и не захватить? Потому что иначе вы завязнете в войне, и ему развитие застопорите, и себе тоже. То есть, в принципе, даже когда на вас нападают, надо понимать, когда стоит остановиться. Вот на вас напали, не захватили, вполне можно принять мир, чтобы дальше развиваться, а не упарываться в войну. Потому что пока вы воюете, весь остальной мир развивается. Имеет ли терракотовая армия сильное значение? Ну, это приятное чудо. Если у вас много юнитов, то получить дополнительный уровень для всех этих юнитов никогда не плохо. Более того, терракотовая армия дает уровень еще и вашим шпионам. Поэтому я люблю ее строить, когда есть хотя бы шпиона 3, то можно ее построить, и сразу ощутимый прирост денег от шпионских операций будет, и технологий тоже. Не очень хорошо нападать на соперников на раннем этапе игры. По той простой причине, что даже если... То есть, это имеет смысл только тогда, когда он действительно вас подселил, и у вас нет другого выбора, кроме как на него напасть. Потому что на раннем этапе у соперников нету никаких районов, и захват их городов вам просто ничего не даст. Лучше всего захватывать города, в которых уже что-то построено. Районы, чудеса, здания. Таким образом, вы улучшаете свою экономику, когда вы полностью захватываете соперника. Это приличный буст, это намного лучше, чем если бы вы сами ставили города и их развивали. На этом этапе игры, конечно же. Следующий вопрос. Есть ли смысл играть через религию? Если есть, то как? Я вам рекомендую посмотреть моё ФФА за Мали. Там, в общем-то, видно, как я стараюсь использовать религию. И, в принципе, религия действительно даёт существенные бонусы, если вы можете её основать и иметь много веры. Так что ещё раз повторю, в описании к этому видео, либо просто поищите по каналу, ФФА за Мали. Разобраться бы в пантеонах и политиках, какие подходят под определённые ситуации, чтобы их рашить, плюс там есть непонятный перевод или недосказанность, плюс не всё работает, как там написано. Ну, это надо делать отдельное видео, я себе помечу, что надо сделать видео по пантеонам, потому что... Да вообще по религии, потому что это действительно очень большая тема. Расскажи о стратегиях культурной победы. Я знаю, что ты пояснял механику, хотя яснее не стало, но, увы, кроме стратегии «Строй больше чудес» резортов, ну, имеется в виду мест для отдыха, вот как, например, здесь лыжный курорт, культурных районов сложно что-то придумать. Важный фактор ещё подстраивается под бонусы 50% от туризма для конкурентов, но, увы, их показатели отхода к ходу слишком сильно меняются, что прогнозировать что-либо сложно. Ну, тоже отправляю вас к своему прохождению за Швецию на божестве, собственно, я там и старался побеждать культурой на огромной карте на 20 цивилизаций, посмотрите. Ну, да, в общих чертах это как можно больше шедевров делаете, чтобы получать выхлоп от туризма и как можно больше вот курортов. Но на данной этапе, вот после всех выходов дополнений патчей, без рок-групп сейчас победить культуры сложно. И, к сожалению, по моему мнению, культурная победа сейчас стала похожа чем-то на религиозную победу, когда там рассылают миссионеров, тут рассылают рок-группы, чтобы больше туризма получить. Я считаю, что это не очень прикольно. Ну, опять же, повторю, смотрите прохождение за Швецию на божестве, ссылка есть в описании к этому видео. На этом пока всё, завтра будет продолжение, и там большой блок вопросов о развитии. Как правильно раскачивать науку и культуру, как выходить в первый тёмный век, что дают бонусные ресурсы и так далее, и так далее. Если я ошибся в ответах или где-то неверно что-то указал, поправляйте меня в комментариях и также задавайте вопросы о стратегии игры, если вы не услышали на них ответов в этом видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока!